здравствуйте здесь совсем недавно на совещании с владимиром путином говорили о кампусах студенческий кампус который сейчас по всей россии строится и где-то около 17 первый конкурс был объявлен сразу после вашего поручения в 2021 году мы получили тогда 27 заявок и отобрали из них 8 лучших это кампусы в нижнем ног городе уфе екатеринбурге калининграде челябинске москве новосибирские томске и все они на стадии реализации и как мы уже говорили в томске тоже должен быть кампус такой построен но там строительство даже не начиналось и путину доложили что этот проект с федеральными деньгами а там несколько миллиардов выделено на все сейчас в процессе реализации действительно в екатеринбурге уже практически построили там что-то делают в томске не то что там еще стадия стадии реализации там еще как бы еще пока место не выбрали а проект есть мы когда в томске были тоже вот нашли такое хорошее место для кампуса такое своеобразное дерево знаний видите такие книги тут интеллектуальная электроника рядом если мы посмотрим налево да и направо тут расположены студенческие корпуса а вот если мы посмотрим прямо там находится и к4 студентам вообще сказали просто спасибо руководству томской области за то чтобы студенческий кампус был бы на месте и к4 представляете как был бы замечательно студенческий корпус студенческий корпус там дальше тоже студенческие корпуса здесь просто такой студенческий район древо знаний и вот там был бы кампус мне кажется всем студенты сказали спасибо они там где они сейчас хотят его построить в академгородке какое расстояние представляете студентам доехать туда где-то 50 минут вопрос дорогу перейти и был бы здесь замечательный чудный кампус но тут у нас и к4 проект этот кстати уже обсуждался син не против стоимость переноса миллиард в рамках бюджета кампуса студенческого это не такие уж большие деньги зато какое место студента вам памятник поставят гранит плюс эта компания генеральный подрядчик который должен кампус строить там на сайте у них до сих пор старое место может они вообще надежду потеряли чуть ли построить в томской области а как говорят наши источники на этот проект с федеральными деньгами положил свой глаз алексей вавилов и ренат аминов а алексей вавилов он хороший друг детства даже голожинского это ректор тгу томского государственного университета человек не последний и вообще важную роль играет в томской политике и по распределению томских бюджет уж если алексей вавилов возьмется за этот проект уголовных дел не избежать правда посадят не алексея вавилова не рената аминова других посадят найдут виновных прокуратура следственный комитет они это делать умеет винов виновных искать если очень нужно а вавилов и аминов они как всегда пушистыми белыми пушистыми вообще ни при чем делали хорошее дело кампус строили ну просто там что-то вдруг пару миллиардов пропало ну тут кто виноват вот нашли виновных найдут виновных дружба дружбы но служба должна быть службой мы слышали что вы живете где-то там по соседству но вот допустим компания вавилова не достроила лабораторный корпус тгу так и стоит сейчас вот такой вот недостроенный куда деньги делись что с этим будет неизвестно я бы конечно на месте губернатора мазура был бы очень осторожен в выборе генерального подрядчика знаете в свое время когда были выборы мазура он набрал рекордное количество голосов томской области на своих выборах больше чем президент в той же самой томской области как ведут себя следственные органы не прокурор семенов не следственный комитет щукин на все безобразие это что творится в томске внимание вообще не обращают вавилов аминов творят что хотят но губернатор мазур владимир владимирович имеет огромное доверие в томске и томской области может быть он обратит внимание на то что творят вавилов и аминов а то они уже скоро собственность у обыкновенных людей начнут отнимать в томске недавно был денис мантуров это вице-премьер правительства он кстати отвечает за промышленность и интересно что показывали какую промышленность показывали в томской области денису мантурову уж точно не кампус студенческий не этим его удивляли он бы тут удивился бы очень где студенческий кампус вот на бумаге пока еще но красивый уж точно не томский подшипник уж точно не левобережную дорогу где зарыли 2 миллиарда и теперь такой холмик никто его не трогает дел уголовных нету а лиц это все те же алексей вавилов и ренат аминов которые все это замечательно осваивали вот каких вот эффективных менеджеров нужно было показать денису мантурову вот помните знаете слышали что нибудь о великой томской промышленности вот была когда-то сейчас нету зато жилищные комплексы торговые центры этого достаточно а с промышленностью как-нибудь потом вот совсем недавно на совещании с фсб владимир путин сказал такую фразу и там все сми и разнесли что врагов россии нужно находить без срока давности и наказывать вот мне кажется в экономической сфере что-то подобное должно быть если какой-то предприниматель который очень сомнительно получил собственность какое-то предприятие стратегическое особенно да и если он плохо управляет брать его без срока давности отнимать еще заставлять чтобы он его восстанавливал знаете а ведь если бы следственный комитет прокуратура всем этим занялось я имею ввиду возвратом всего что вот эти два замечательных менеджеров эффективных какой-то момент поглотили а там их целый список там и томский подшипник и производство объединение контур и завод измерительных приборов там сейчас жилищный комплекс строится это еще не полный список там достаточно если бы прокуратура всем этим занялась как они умеют это делать как я это с делом врачей делаю да все сила бросить на это говорит адвокат врача-онколога клиники санте евгений семеновой моя подзащитная вновь сообщила мне о фактически продолжающихся в отношении нее пытках которые выражаются в многократных бесцельных и и перемещениях из благоустроенной камеры в подвальное неотапливаемое помещение сизо-1 города томска бокс номер два данное помещение площадью около четырех квадратных метров является весьма схожим с карцером сизо-1 где заключенные отбывают дисциплинарные взыскания само это помещение бокс номер два сизо-1 города томска предназначена для вывода заключенных на следственные действия по заявкам должностных лиц проводящих следствие 29 февраля 6 и 19 марта 2024 года по заявкам сотрудников следственного комитета проводящих предварительное следствие семенова евгения сергеевна была перемещена в этот фактический карцер где провела по несколько часов в каждый из указанных дней однако после подачи заявок сотрудники следственного комитета в сизо-1 за семеновой не прибыли по глубокому убеждению моей подзащитной о чем она мне говорила неоднократно данные мероприятия следователи следственного комитета организовывают исключительно для того чтобы оказать на нее давление в целях принуждения ее к самооговору и оговору других врачей которые являются фигурантами по уголовному делу я прям уверяю там мне кажется в должности бы семенова повысили а может быть даже в москву перевели да и для следственного комитета и для щукина там тоже работа мне кажется вот прям достаточно тогда бы россии точно повысила бы свою оборону способность и все люди которые мне все равно сказали бы вам только спасибо и следственному комитету лично щукину и прокуратуре лично семенова александр николаевич но пока что об этом мы только можем говорить вот мантуров был какие он интересные выводы сделает после того как все это увидит может быть что-то натолкнет его на мысли может быть допустим наша программа натолкнет его на мысли что может быть как бы что-то можно и вернуть и справедливость так будет восстановлена как экономическая мощность томской области а пока что до свидания